Друзья, привет! Сегодня видео Лего Ностальгия, потому что у меня на столе каталог. И главное, сегодня я вам покажу оттуда комплект, потому что скучно смотреть на каталог. И кроме этого, ничего, чтобы не было на столе. Я считаю, что все-таки обзоры просто на бумажке, это такое себе. Начинаем смотреть. Так, ну что? Ну, кстати, можете написать в комментариях, кто из вас родился в 2007 году. Или кто из вас смотрел то обращение Дмитрия Медведева 2007 года. Видите, сколько интересных событий было. Ну вот Дупло мы с вами на самом деле промотаем чуть-чуть вот. Так, Дупло-Пираты. Это, кстати, чуть можно задержаться на этом, потому что, смотрите, какой смешной интересный корабль. То есть, ну, он неплохо выглядит. Есть и маленькие корабли, какой-то типа остров. Знаете, прикольно на самом деле. И, ну, классная была серия Дупла. Часто только Марвел, вот тогда вот Пираты. Ну, и Рыцари были. Так, это, кстати, Бельвиль. Это серия, которая удивила вот этими фигурками. То есть, это реально леговские фигурки. Они очень большие, типа куклы. Ну, и вообще, серия это такой закидон в сторону куклы. Был, чтобы там на рынок этот выйти. Так, креатор, поехали. Такой набор у меня был. Дом называется. 2179 рублей. Но на этой странице меня заинтересовал даже не вот этот креатор, хоть он и на Power Functions работает, а вилла. Между прочим, это очень роскошный дом для 3049 рублей, во-первых. А во-вторых, он именно детализированный. Он очень мне нравится. Это реально красивое сооружение. Это не та фигня, что сейчас выходят в креаторе вот эти тупые довольно домики маленькие. Это реально крутой, ну, интересный, стильный дом. В каком-то таком американском стиле. Дальше динозавры, драконы и машины. Это уже то, что в креатор всем знакомо. Хотя даже этот тягач выглядит адекватно. Сити. И тут нужно пометку. Какой это год? 2020 или 2007? Потому что, ну, разницы не так много. А здесь, между прочим, баржа. Гигантская баржа. Стоила 3500. Это нормально. Такой у меня был. Это станция обслуживания Octane. 1569 рублей. Что такие цены? Странные. Не округленные, а вот такие. Интересно. О, мой набор пожарная станция. Вроде как именно эта версия у меня была за 3000 рублей. И, наконец-то, что-то я вот рассказывал, у меня это есть. Также у меня и машина была, я вам скажу. И такие два набора вроде были. Да, видите, я был все-таки фанатом Сити. Меня многие упрекают, но это было, когда мне было около шести лет. Тогда можно. Дальше Сити. Ой, служба спасения 911. Прикольно, сейчас такого нет, кстати. Ну, прям в таком виде, как служба спасения. Смотрите, какой большой набор. Интересный, за 3700. Дальше привет из аэропортов. Потому что вот в 2020 году Лего не смогли реализовать то, что смогли в седьмом. То есть у них был отдельно самолет и отдельно аэропорт с маленьким самолетом. Поэтому аэропорт выглядел более-менее адекватно. Да еще и этот уже, наверное, приватный джет. Он такой небольшой, он тоже выглядел хорошо. То есть сейчас вышел какой-то обрубок аэропорта и большой самолет. Раньше это реализовывали лучше. Ну и между прочим, подождите. Чего? Пассажирский самолет 1739 рублей. Нормальная цена. Также я бы сказал дешево за него. Ну, 4200, понятно, аэропорт он дорогой. Дальше идем. И это Сити с строителями. Ничего мы с вами не пропустили? Ой. Каталог старенький. Просто вот смотрите, у нас разворот ушел с поезда. А он ведь такой ценный. Я ведь вам столько сейчас про поезда расскажу. У меня на самом деле Матлин нравились поезда. У меня огромная коллекция есть. Это такая довольно премиальная штука. Можете пробить. То есть там реально супер детализированные, эксклюзивные немецкие поезда. И они там ездили на электричестве. Красивейшие штуки. Так. Тройка у меня был такой набор. И вроде такой. Мы с вами перемещаемся в серию Castle. 2007 год. Это королевский замок, который я вам показывал на канале. Большой комплект, который у меня был практически в идеальном состоянии. Я покупал его, естественно, на авито. Хороший набор для своего времени. Башня скелетов. Интересный набор. Всего лишь 2200. Хочу его в коллекцию всех. Пока его нет. По поводу осады замка 4400. Ну и также есть небольшие комплекты. Вот с тюрьмой. Карет такая скелетов. Рыцарский поединок. Неплохой. За 319 рублей две фигурки. Между прочим, здорово. Вообще дешево. И между прочим, годно. Ну, блин, не надо только в комментариях заваливать тем, что лего дешевым было. Курс был другой. Курс не лего. Отличайте эти понятия. Пожалуйста. А то читаю и как-то стыдно становится. Дальше. Бэтмобиль, который у меня есть. И который я вам показывал в видео с UC. UCS-овским. Таким большим, красивым, новым. 2019 года. Этот стоил 4200. Но сейчас он стоит чуть ли не как UCS-овский. То есть он очень подскочил в цене. А на этом развороте, это у нас Бэтмен. Я вам сегодня решил вот такую штуку показать. Всего лишь за 919 рублей. Потому что она у меня есть. Я не помню, с какого-то заказа на Авито. И, правда, она плохо сохранилась. Но хотя бы фигурки тут есть. Набор перед вами. Он мокрый, поскольку он вот плавал. Это же катер, типа. Такая отмазка не очень. Но все равно. Ну вот, я его помыл, чтобы он нормально хотя бы выглядел на экране. Он черный. Ну, конечно, сейчас наборы по Бэтмену стали чуть более детализированными. Но как такое? Наводный транспорт, он был неплохим. То есть, что сохранилось такое, что было изначально? Это кабина. Кабина с пультом управления. Естественно, открывается. Наклейки, главное, не стерлись. Видите, нормально, реально держатся. Молодцы. Тут у нас два двигателя. Прикольных двигателя. Плюс крылья вот эти Бэтменовские. Летучие мыши. Они могут чуть-чуть отодвигаться. Может, это влияет на его скорость, самого катера. Ну и также тут был функционал, связанный с тем, что мы могли взять и достать катер. Небольшой катер в катере. Он более маневренный. И он здесь служил, ну, для более такой интересной, более, я бы сказал, равной погони с вот этим. Это у нас катер, принадлежащий киллер-кроку. Он здесь есть в комплекте. Здесь тоже, я так понимаю, это... А, нет, ребят. Между прочим, принты. Принты, причем, крутые. Вот они. Очень классные. Ну и также тут был небольшой винт. И, в принципе, катерки эти два небольших, они похожи по размеру. Но самое главное, это не стрёмно сохранившийся набор, а и даже не вот эти аксессуары. Хотя, между прочим, смотрите. Так, этот батаранг до сих пор вроде выпускался. Но здесь уже какие-то другие аксессуары. Странно, вроде это тот же самый батаранг. И это, ну, как-то пугает, что с 2007 года одно и то же. Так, а вот Бэтмен. Ну, слегка, да, более он простенький, чем новые версии. Хотя, принт, смотрите, четко сделан. Плащ в идеальном состоянии. Одна эмоция всего лишь. Маска хорошая. Сзади, даже сзади есть принт с логотипом. Отличная фигурка для 2007 года. Реальный Бэтмен. Хороший. Ну и Киллер Крок, который сейчас ценится гораздо больше Бэтмена. Вообще, это сейчас довольно редкая фигурка. Не знаю почему, но стоит дорого. Он такой зелёный, стрёмненький. У него лицо хорошо бы и то, и тело подошло к какому-то пришельцу, может быть, я не знаю. Но Киллер Крок в нём чуть слабовато узнаётся. Учитывая, что после Лего Бэтмен Фильм в Лего он ассоциируется с этим большим существом, большой макси-фигуркой. Но такое тоже было. В общем, надеюсь, вы оцените лайком тот жест, что помимо каталогов, видео про каталоги появляются наборы тех самых лет. В прошлом был, кстати, набор по пиратам. Ну а мы двигаемся дальше. Когда я протру стол? Естественно, никакой стол протирать я не стал. Я просто его повернул. Дальше идём. Бэтмобиль. Погоня. Бэтвинг против Джокера. Дальше. Марс Миссион. Миссия на Марс. Представляете, такая большая штука у меня есть. То есть это командный пункт, который стоил тогда 4400. Сейчас нереально дорогой. Но у меня он есть. Я его ещё не собирал. Но вот эти помпы там, вот эти все оранжевые туннели. Это я покупал когда-то тоже. Такая закупочка на Авито. Вам мне вроде не рассказывал, насколько помню. Или рассказывал. Ну, короче, такой набор есть. И, я не знаю, реально ли вообще его из тех деталей восстановить. Ну, и также ещё были некоторые комплекты. Ну, из этой же, видимо, у меня есть такой, смотрите, Марс Миссион. Я его не собирал пока, но это из закупки с инструкцией. Смотрите, какая кринжатина тут есть. Типа, очень странное существо. Так, намочилась инструкция. Идём дальше. Экзофорс. Экзофорс. Ну, конечно. У меня некоторые наборы есть. Они классными были. То есть, многие любят эту серию на мотив, наверное, типа аниме. Я не знаю. Ну, выглядит, по крайней мере, даже рисовка что-то типа такой восточной тематики. У меня такие существа есть. Они неплохие. Между прочим, он на подставке какой-то. И тут техник деталей из него вылезает, чтобы глаза были видны. Знаете, очень неплохой. Да и вот эти детали до сих пор используются. Ноги классные. Торс тоже хороший. Похож на каких-то дроидов из Звёздных Войн, но увеличенных. Ну, не увеличенных, а просто более крупногабаритных. Здесь вот какой-то храм был. Короче, ну, неплохие наборы. Я не особый фанат, но было много поклонников. Ещё Экзофорс с механик, главное. Много было мехов по 660 рублей. Были и по 320. Так, Звёздные Войны, между прочим, к 30-летию. Это вот Снабул 1529 корабль, который против дроида Стервятника тут. Здесь Оби-Ван 2829 с кольцом гиперпрыжка. Это крутейшая цена за него. И был Китфиста с Оби-Ваном в качестве фигурок. Здесь оригинальная трилогия с такими наборами, как десантный корабль, вот этот Ю-Винг-файтер. О, генерала Гриуса 1139, который перевыпускают в 2020 году. Это именно он. А здесь батлпак к чему-то дроидов зашёл. У меня, кстати, он был. Он здесь не в тему, конечно. Вот этот у меня тоже был, но он уже в тему. Это солдаты-клоны. AT-ST. Красивый, кстати, такой лаконичный. О, Бионикл. Причём наборы у меня, кстати, были по Бионику довольно много. И маленькие коробочки, и большие, как там Золотой Войн был большой. И Огненный с мечом. Но я не могу сказать, что когда-то я являлся поклонником серии. То есть я себя к ним не причисляю. Здесь же у нас 2007 год по 500 рублей такие стоили. Дальше. Ещё Бионикл. Бараки. Ползущие из глубин по 500 рублей. А, нет, даже по 450 и есть по 200. Смотрите, за 200 такого бы хотели в коллекцию? Напишите в комментариях такого Декара. Блин, за эти деньги, конечно, круто. Даже ничего говорить не хочется. Это прям большие зачётные Биониклы. Между прочим, 1300 рублей. 670 рублей. А справа у нас Биониклы, но маленькие. То есть тут брали габариты транспорта. На себя всё внимание. Ну а Биониклы были чисто, как практически мини-фигурка по размеру. 3919. Ну такие уж и более-менее. Для того времени солидные цены. Рейсерс. Вот эта инерционная у неё функция была. То есть оттягиваешь машинку, она едет. По 400 рублей были представители. Совсем 400. Но это уже с пультом управления. Дальше. Рейсерс. Ой, прикольный набор. Очень много машин. Какой-то аналог лимузина даже. Китспорт, кары, тягачи. Всё это ездит. 2400 стремительных заезд. Это функциональный набор, кстати. Вот это тоже неплохой. Дальше. Это Рейсерс. Но в коллаборации с Феррари. Видите, сколько всего интересного было. Причём вот смотрите. В Феррари F1 какая зачётная. Тут Феррари уже 599. Слушайте, крутые машины. Это техник у нас уже. Грузовик с Феррари. Это команда Феррари. Короче, классно. Потом это в спид чемпионс всё перешло. Здесь техник и инновации 2007 года в игрушках. Вот этот бульдозер. Прикиньте, 6530. И это дорого для того времени, учитывая, что вы сами видите цену. И я иногда раззываю. Ну, техник, в общем-то, много наборов выходило. Достаточно. Буксировщик 5759. Одна из самых дорогих тракта серий. Майнстернс NXT. Он вроде был вторым. 12150. И у меня он был в одной из закупок. То есть, он весь разломан. Но, главное, этот пульт у него есть. И это тогда была тоже инновация. Когда вот этот второй вышел. Ну, и он неплохо вроде зашёл. Самый дорогой набор в этом каталоге. 12000. Что ж, пишите в комментариях своё мнение. Классический грузовик. По поводу этого каталога. Какой набор хотели бы оттуда получить. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.